молитесь на тихий боже будь милостью ко мне грешного создавая меня господи помилуй бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй достойно есть я кого истину блажите богородицу присноблаженную пренепорочную матерь бога нашего счастнейших урвим и славнейшего истину серафим безысления богослова рожешу и сущую богородицу тебя величай слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскресе измертую господи иисусе христе сыне божий молитва ради причистой твоей матери силы честного же творящего христа святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас яко благо и си человека любит сами божьей милостью будь мне грешному создав имя господи помилуй меня без числа я согрешил господи прости меня грешного и помилуй царь небесный утешитель дух истины везде сущий весь мир наполняющий источник благ и податель жизни приди вселисть у нас и очисти нас от всякое скверное спаси блаки и души наши святый боже святый крепкий святый бессмертный помилуй нас святый боже святый крепкий святый бессмертный помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и вовеки веков аминь пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззакония наши святые посети исцели немощи нашей имени твоего ради господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь аллилуйя 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 слава тебе боже аллилуйя 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 слава тебе боже аллилуйя 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 слава тебе боже Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем вложникам наши. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, сильный. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава от Свои Сына и Святому Духу. Спасти ли от сна, ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце. И открой устало, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится со страхом воскликнем в полность. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится со страхом воскликнем в полность. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и в веки веков. Аминь!» «Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня лениво и грешно, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычной Твоей человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь!» «Придите поклонимся Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему!» 112 Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне вовек, от восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. 11. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. 12. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Его. 13. Неплодную вселяет в дом матерью, радующийся о детях. Аллилуйя! 14. Когда вышел Израиль из Египта, дом Ято, из народа иноплеменного, Иуда сделал со святынью его, Израиль владением его. 15. Море увидело и побежало, и Ордан обратился назад. 16. В горы прыгали, как овны, и холмы, как ангцы. 16. Что с тобой, море, что ты побежала, и с тобой, Ордан, что ты обратился назад? 17. Что вы прыгаете в горы, как овны, и вы, холмы, как ангцы? 17. Перед лицом Господа трепещи земля, перед лицом Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды. 18. И камень в источнике вод. 18. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. 19. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? 20. Бог наш на небесах, творит все, что хочет. 21. А их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. 22. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят. 23. Есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. 24. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанию своей. 25. Подобные им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. 26. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. 27. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. 27. Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь ищит. 28. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более, и более вам, и детям вашим. Благословены вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу. Но мы будем благословлять Господа отны и вовек. Аллилуйя! Аллилуйя! Милостив Господь и праведен, и милосердь Бог наш. Хранит Господь простодушных, и я из немог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить при лицом к Господним на земле живых. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойного роста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Став от сна и посреди ночи приношу Тебе песен, спаси и преподая к стопам Твоим, вызываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но жаль, если надо мной добровольно распявшись, скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня, ставящего пред Тобой на молитву. И после сна ночного пошли мне ясны без греховных дей Христи Божий, спаси меня. Владыка, человеколюбчивость, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня и вини в царство Твое вечно, ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне работу и на прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого уральского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой мне присвяти Твоей истины, с просвещенным сердцем исполняй Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплодных... ...человеческий, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания, то и утворим Тебя из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, сломую мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь. Здешняя земная жизнь в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его. И он найдет у нас нележащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовим войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его. И непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих низкозавную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злобу демонам починить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, густившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, Святой ангел, Божий хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Просветая Владычица, моя Благородница, святыми Твоими всесильными вольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. Не погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слав. Не избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. Освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Елена, Юрий, Надежда, Сергий, Янис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку и Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех близних моих и друзей, всех православных христианам. Попадай в Твои земные небесные блага, не лиши и милости Твоих. Посети их, укрепи силу и Твои дары им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших и рабов, Твои родители и родственников, благодетели всех православных христианам. Прости им все и грехи, вольные и невольные. Даруй им царствие небесное. Со святыми, упокой, Христе, души рабов Твоих, правоцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную, большей почести, чем Херувимия, и сравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков, ныне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, моли ради Пречистой Твоей Матери, Преподобной, Богоносных Отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, и которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть пред Тобою, и удостой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво, добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие, душевное и телесное, успех в трудах, избавь его от хитрых поздних дьяволов, многочисленных соблазнов, отскверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитву нам про Чистую Матери и всех святых. Приведи его в тихое пристань Твое вечного садства, чтобы он всегда, вместе со всеми праведными, всегда благодарил с единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, исполни их духом премудрости, разумом благочестия, просвети их светом Твое богопознание, чтобы они скоро уразумели, узволили изучаемым предметом, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу близним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и пристань, во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнат Ильич. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, наш Спаситель. Господи, найди отступников, павших, Николая, Михаила, Александра, Юлия, Анастасия, не дай им погибнуть. Путешествующих Раису, благослови Льва, Виктора, Виталия, и Романа из Батвы от Духа лжи, упрямства, непопорства, не дай ему погибнуть. Благослови Никиту, Виталии, дали духовное рождение им, жить к Тебе, покоряя все силой любви. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Ирину, Марину и Татьяну. Аллилуйя. Господи, избави от этого тяжкого друга пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Господи, приди на помощь болящим. Дай силу все перенести и пошли мы в исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Татьяну, Татьяну, Татьяну. Владимиру Надежду, Валентину, Валентину, Анну, Александру, Владимир Анастасию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути. И всех помогающих нам, сохраняющих. Благослови Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентину. Вячеслава, Дмитрия, Ксения. Ты все знаешь, Господи. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Алва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саворог. Вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя. Это дивный дар небесный. Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю, Господи, за день. Который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, воздай добром всем, кто помогал вам в поездке. Павла, Зинаиду, Владимира, семейство его. Димитрия. Надежды. Валентину, Екатерину благослови и помилуй. Аллилуйя. Святитель Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешен, добрый мой ангел. Благодарю Тебя, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинясь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством. И введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Святитель Христов Никола Мерликийский, чудотворец, моли Бога о нас. Научи нас Господи, жите в бедности, имея полотание и одежду. Быть благосчастивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, довольствоваться и малым. Быть во всем экономным. И каждому дару жилье Сергею и Гавриилу. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые пророки Божие. Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Нои, Иосиф, Патриархи, Едраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отреки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак и Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлась ни готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серапимы, все небесные силы престолу Божию и предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн. Молите Бога о нас, задарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, через которое мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мужчины и мужчиныцы, Игнатий Богоносец, Поликабский, Устин, Философ, Космай, Демиан, Андрей, Стартирлат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя антихриста. И даруй Господи добрую веру Анфиму, Вениамину, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнирий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Антонштадтский, 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 Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь, очистит и сохранит в святой православной вере, а замысля тюков разрушь и развея в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомущеница, Патина, Самарянина и Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перекретую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Дина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юни, Киприан и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание. Соломудрие и стыдливость женам и девам, и сохраних от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина, семейство её и Евгений. Надежда, Надежда, Святая Мария, Людмила и Иоанна. И прими нашу молитву, Господи, воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом, благодати Твоей, Божией всемогущей. Мы моляем Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся на небе и на земле, Божией всемогущей и дивной. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй их. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай раб Твой. Говори, Господи, Владыка, слушай. Аминь. Господи, Владыка, живота мою, дух праздностью ныне, любоначаля празднословия, сребролюбия не дашь. Души целомудрие, смиренно мудрие, терпение люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение. Я же меня создать и брата моего. Я хоблагословен, если во веки веку. Аминь. Боже, очисти меня грешен и помилуй меня. Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, в уме и в помышлении, в войне и в ночи. И во все дни жизни нашей, ибо Ты благ и человеколюбец. Аллилуйя. Будь милостив ко мне грешен, Господи. Спаси и помилуй благодатью Твою. Благодарю Тебя, Владыка, за свет Твоей милости и щедроты, явленные по сей день. И мне числа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, за обильные благословения Твои. Хвала Тебе, Господи. Посети страдающих, плененных, пытаемых детей Твоих по всему лицу земли. Эту Асию. Дай им силу укрепиться и не отречься от Тебя, Господи. Аллилуйя. Слава Тебе, всемогущая Троица. Аминь. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия. Не дай жми, душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежи не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Там вчера считали мы молитвы. Разные. И о детях. И остановились, кажется, на молитве об Иудеях. Как молиться. Я выслал Сергея Павловича, пусть он посмотрит там. А если нет, то, значит, придется считать. Но лучше, чтобы он считал. Не торопясь, внимательно. Об этом еще писал Александр Сергеевич Грибоедов. Читай не так, как Панамарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. А это прочитали мы о детях. Там дальше я красным показал. Молитва об Иудеях. Дальше прокручивай. Сейчас шрифт сделаю погромче. Это у нас было? Сейчас, сейчас я это... Конечно, мы не отрицаем, что молитесь, говорит, открывайте свои желания перед Богом, своими словами. Ну вот, я много посещал собраний баптистов. Они также стандартные молитвы, завученные. Сильно ты не разбежишься, как и песню петь. Или она заранее составленная, за ценой не постоим. Или так, сходу, как казах. Вот молитва об Иудеях. Как молиться о них? Боже, ты осуществляешь все, что в себе помыслишь и изречешь. Ты осуществил угрозу Иудеям, и по слову Твоему оставил их дом пустым. А их самих рассеял по всем народам земным. Ибо отцы их, как злые виноградари, избили пророков Твоих, распяли на кресте Сына Твоего Единородного, побивали камнями апостолов, и горькой смертью умертвили многих святых и праведных. И до ныне они, как сыны противления, ходят по свету, словно движимые хлыстом проклятия, противясь Евангелию Мессии и Спасителя мира. Все, как предсказал о них Твой великий апостол Павел. Своим противлением истине они служат укреплению ревности у верных Твоих, Христе, что им самим еще дано увидеть. Не дано. Не дано увидеть. Но, Господи, исполни ныне слово апостола Твоего, который прорек, что в последние времена спадет пелена с глаз Израиля, и Ты отвратишь нечестие от Иакова. Не пришло ли время, когда Ты скинешь покров сочей сынов Израилевых, и те прозрят и станут видеть, как должно, и познают Тебя, как света святов и судьи праведного. Вспомни, Господи, праведность тех отцов их, которые были верны Тебе, провидя духом пришествие Твое, и умирая с надеждой увидеть лик Твой. По молитвам святых Твоих пророков и праведников ветхозаветных, ускори, Господи, просвещение и обращение народа Иаковлева, дабы и сей народ, сдружившись с крещенными народами, прославил Тебя, единого истинного Мессию и Спасителя мира, воскресшего и воскрешающего мертвых, со Отцом и Духом Твоим Святым во веки веков. Аминь. Молитва о мусульманах Един Ты, Боже, и нет другого Бога, кроме Тебя. Так говорим мы, христиане, так говорят и мусульмане. Но мусульмане дошли до полпути и закрыли врата пред Собою, закрыли врата пред Святой истиной, что Ты, Боже, троичен в единстве Твоего духовного бытия. И закрыли врата пред свидетельством о Твоем посещении мира через воплощенную премудрость Твою, как и пред свидетельством о любви Твоей к людям, предсказанной на кресте. Показанной. Показанной на кресте. Насколько месяц высок над землей, настолько Ислам выше и дало поклонство. Но месяц не имеет света в себе, а светит отраженным светом солнца. Так и Ислам в том, что имеет светлого в себе, заимствовал от истины явленной миру Сыном Твоим Иисусом Христом. Ты хотел, Боже, по благости Своей, чтобы человек был не раб, а Сын Тебе, и чтобы он, как Сын, учился божественным тайнам бытия Твоего и любви Твоей. Исламский, в кавычках, пророк, превратил рабов каменных идолов в рабов единого Бога. А Сын Твой Иисус Христос соделал рабов сынами Твоими. Три светлые, Боже наш, смилуйся над всеми народами магометанскими, ибо и они верят в милость Твою. Довольно жили они, как рабы пред Тобой, соделай ныне их сынами Твоими. Подвигни их Духом Твоим Святым, да познают и узрят во Христе Спасителя Своего. Отвори врата, закрытые на полпути, и увидят, и да увидят небо, отверстоя Христом, и на небе Отца Своего Небесного. Дабы многие миллионы душ мусульманских со многими миллионами душ христианских соединились в мысли о Тебе, в любви к Тебе и в прославлении Тебя, единого живого Бога в троичном свете, по молитвам всех святых, которые от древних времен и до ныне перешли из ислама в христианство, и которые Тебя сейчас славят на небесах, в хоре Твоих ангелов и святых. Аминь. Молитва о русском народе. Всемудрый Божий, чьи суды непостижимы и пути неисповедимы, милостиво внемли и услышь молитву нашу за Твой русский православный народ. Тяжкие муки попустил Ты на самого верного слугу Твоего, как были попущены муки на первых апостолов Твоих, на пророков и праведников. Весь обнаженный и израненный брошен слуга Твой на гноище, как некогда праведный Иов, чтобы сатана над ним смеялся, а соседи поносили. Тяжко сия мука, а человек слаб. Ублажи, Господи, воздвигни слугу Твоего и исцели его раны. Знаем, Господи Божий наш, что по слову премудрому промыслу Ты попускаешь страдания на избранных своих, чтобы они, как золото в огне, очистились огнем страдания от всего земного и ярко засияли. Но не допусти Божьей милости и любви, чтобы сатана долго смеялся, а лицемеры долго поносили Твой крестоносный народ русский. Знаем, что попускаешь беды святейшим душам ради их большей славы, а грешным и подлым на страх и трепет. Знаем, Христе, что и Твое славное воскресение произошло после поругания крестных мук и смерти. Посему мы в свете Твоего страдания смотрим на мрак русского страдания и ожидаем увидеть Его воскресшую славу. Как для расслабленного у Февезды не было человека, который бы ему помог, пока не пришел Ты, так ныне для великого русского народа во всем мире нет человека, который мог бы помочь ему без Тебя, Божий наш, и Спасителю наш. Благой Господь, не откладывай помощь Твою, ибо Ты скор в помощи, не отложи и не откажи, но подобно милостивому самарянину повернись к народу русскому, который пострадал от разбойников и весь избит, простри к нему руку, залечи его раны и верни ему здоровье, силу и славу, дабы сей наивернейший слуга Твой в будущем еще больше прославил Тебя, чем славил в прошлом Тебя, Спасителя Своего со Отцом и Духом Святым во веки веков. Аминь. Молитва о китайском народе. Всевидящий Боже, солнце солнц, который своим взором обнимает все сотворение на небе и на земле, Ты один знаешь число воинства ангельского, как и число муравьев в песке, птиц в воздухе и рыб в воде. Молим Тебя, и излей свою милость на китайский народ, самый многолюдный народ Твой на земле. Господи, Ты дал народу китайскому великую жизненную мудрость, чтобы они знали, как возделывать землю, вести торговлю, покоряться властям, почитать родителей, заботиться о своем доме и любить во всем порядок. Но эта мудрость ведет человека только до гроба, который недалеко отстоит от всякого смертного. Не достает народу китайскому той вечной Твоей мудрости, Господи, которая воплотилась на земле в Твоем единородном сыне, которая ведет душу за гробом и выводит ее в Царствие Небесное. Творец благой, любовь беспредельная, разве может Твоя любовь иметь границу не распространяясь на многие миллионы Твоего великого китайского народа. Нет, нисколько, но Ты своим чудесным промыслом определил время, в которое китайский народ придет и поклонится Кресту Христову и примет в себя причистую кровь Христову и силу Духа Твоего Святого. Ускорь наступление этого времени, многомилостивый. Помоги миссионерам Креста и воскресенья в земле китайской. Отвори врата благодати Твоей для Китая, вопреки грехам нашим, дабы и земля желтых людей зазвучала песнями-восклицаниями из бесчисленных уст «Рождество Твое, Христе Боже наш!» и «Христос воскрес из мертвых!» Троица Пресвятая, саделай так по молитвам всех апостолов и евангелистов «Да будет так!» Аминь. Молитва о японском народе. Вечный Божий и Творец небесных и земных народов, и же все животворишь своей волею и все обнимаешь своей милостью, отвори душу Твоего японского народа, дабы мог он принять радостную весть Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Народ великий и могучий, народ сильной волей, готовый на жертву, как мало кто из других народов. Почему такой народ остается в неведении истины? И через девятнадцать столетий, после того, как засияла звезда над Вифлеемом и зазвучала песня ангельская над яслями Сына Твоего, возвестителя и воплотителя вечной и святой истины. Япония Твоя, Господи, уже знает о существовании духовного мира, знает о духов своих предков, но не знает о Тебе, который есть в Божьих духов и всякой плоти. Воздвигают храмы предкам своим, о Тебе, творцу предков их, не воздвигают святилища. Приносят жертвы твари, а не приносят их творцу. Скорбит душа наша о Христе, что такой народ еще не знает благовестия о Твоем посещении народа человеческого, не знает о жертве Твоей, о любви Твоей и о воскресении Твоем. В земле восходящего солнца солнце еще не взошло. Ты, кто Савла обратил в Павла одним явлением Твоим на пути в Дамаск, обрати землю восходящего солнца в землю взошедшего солнца чудесную силою Твоею, которая от вечности преизобильна. Исповедуем и признаем, Господи, что земля японская еще не крещена из-за грехов наших. Великие грехи христиан затворяли и затворяют путь великому Твоему народу японскому в царство Твоего света и жизнь. И по молитвам святых Кирилла и Мефодия поспеши Христе и спаси народ японский, для которого Ты и до ныне остаешься неизвестным, пронеслителем и дородателем. Да будет и в японской земле раздаваться всенародное словословие Богу единому, живому, всемогущему, троичному в единство и во век века. Аминь. Игнать Тихонович, кто автор этих молитв спрашивает? Господь. Господь. Все понятно. Спаси Христос хорошую молитву. А там прокрути до конца. Может кто-то заметил? Кто-то заметил? По-английски. По-английски. В Америке будет. Америке будет прокрути. Прокрути. Кто может прочитать? Прочитайте вслух хотя бы одну молитву. Нет знающих английский тут. А ну прокрути дальше. Далеко они идут по-английски? Нет? Прокрути. Посмотри. Если кто есть у нас из Америки, они будут искать это потом. Прокручивай быстро так, чтобы видно было. Все. Все. Слава Христу. Ну что, еще время есть сегодня? Или нет? Про Библию же мы читали. Про Библию. Ну да. У нас огромное-огромное поле. Я вспоминаю, вел как-то программу на радиостанции. Роса называлась в Барнауле. Ну а кроме этой радиостанции, еще была одна у меня онлайн. То есть часовое воскресенье в прямом эфире. Прямо сразу, как говоришь, и она одновременно и уходила. Ну, в патриархии восстала. Написали статью какой-то ветеран войны, Носов, фамилия. Она, эта статья есть здесь, в книге «Для слова Божия нет уз». Включаю утром радио. Лапкин говорит, а радио такой, точки были. Включаю вечером опять Лапкин. Что такое? Что ему дают времени больше, чем депутатам всем. Ну, ропот был. Этим моментом, а может быть, и другим еще, патриархийно воспользовались. Они, видимо, знают, или пришли, или пригласили. Был начальник радиостанции, здесь передающий раса, Илья Николаевич, как отец у Владимира Ильича Ульянова. И поставили условия, чтобы я имел благословение от епископа Антония Мастендища. Я говорю, а какое на отношение это имеет? Ну, вот так поставили условия. Видимо, в то время мода пошла на православие, начальствующие над ними. Никак. Ну, им-то как-то надо. популярность была огромная у передачи. Народ звонил. Один раз только после передачи я ответил на 36 вопросов по телефону. Ну, им-то надо как-то ответить. Почему передачи не стали? А он только перед этим меня спросил и говорит, у вас еще какие-то темы есть? А темы? Темы большие были, разные. Я говорю, еще 136 уже заготовок. Это 136 раз выйти в эфир. Ну, а если эта передача была только воскресная, ну, это на несколько лет. Но они там как-то делали так, что можно было в другое время. У меня три радиопрограммы было. Составитель такой, одна сохранилась, она есть такая. И они отвечают. У Лапкина все темы кончились, и поэтому ну, и все, больше не будет. Ну, солгали. Я с ним потом и говорю. Гринько его фамилия. Гринько Илья Николаевич. А они все радиостанции у меня дома были, обедали, я им Библию подарил. Ну, хорошее, хорошее отношение было. И в один день сразу все, и кто патриархия. вот они сейчас друг друга поедают, поедом, вот Владимира, там, Хащева захватили, Головина. Как, я все удивляюсь, как они, вокруг меня столько у них работает, и по-другому не назовешь, свистопляска. А вот так нападать, вот такое, с патриархом, с епископом не было. Только мне известно, что книги мои отдельно занимался Дворкин, главный сектовед Александр Леонидович. И выступал несколько раз. Я только знаю, принесли мне записи его, где он меня псевдоправославным, там, лжеправославным, ну, и псевдопроповедник. Но его тут же обязательно кто-то осекал, которые там люди. И он сразу пятился, вот что удивительно. И осекал не кто-то, это даже сказать, когда он был... Слава Иисусу Христу! Спаси Христос тебя! Аллилуйя! Когда были, вот был здесь в Барнауле, собрали силовые структуры. Ну, а силовые структуры, это что? Это полиция, тогда милиция была, армия, КГБ, и в епархии, и в местной Барнаульской у них было так. Ну, и кто-то там подсунул этот вопрос. Кто-то, видимо, из администрации, Краевой, а у нас хорошие отношения были. При этом губернаторе моя близкая, знакомая была, зав. кафедры теологии в Алтайском государственном университете Волобоева Марина Маратовна. Очень хорошая женщина. Она у нас была здесь в Крестовозьево-Учине. Вот это они передали. Ну, Дворкин сразу начал, как у него, стандартный шаблон. Ну, ни таланта нету, ни любви, ничего нету, его держат это. И он сразу брякнул. Алтайский, все православные. Ну, что можно сказать, в епархии, при всем народе. И в это время встал, мне так передают, майор из КГБ, я уж не буду называть фамилию, потому что не сам я там был, а передали мне. Но такие, как я называл впереди, официальные лица, они говорят, встал, говорит, представитель КГБ, и сказал, а он еще стоит, Дворкин, то он ему и как бы говорит, а мы Лапкина уважаем, у него за пазухой камня нет. Он всегда говорит, и обличает, и критикует открыто. Ни одной бумаги, дескать, без подписи своей, без обратного адреса телефона, нигде. И он сразу, мгновенно, слинял, как говорится, это у него качество такое, я скажу, что оно не отрицательное, он не стал упираться. Это в Новокузнецке он был, а там сидел наш Михаил Михайлович Кальмаев. Ну и вопрос, кто подкинул, я не знаю, а может быть, он сам ему. И он сразу начал молотить псевдоправославный, лжеправославный там. А тогда он встал, Михаил Кальмаев, и говорит, да вы же его не знаете, Лапкина-то, а совсем не так. У него прекрасное отношение с, тогда еще в митрополии не было, с епископом. Мы на машине вместе с ним разъезжаем, Антоний у меня дома обедает, епископ. Ну просто прекрасное отношение. И он опять, ну я тогда не знаю, это мне, говорили так вроде, отодворкин попятился. Так мои книги, я знаю, только передали, над ними работают только то, что и мне сообщили оттуда. Кемеровская, в Новокузнецкая, Тульская епархии, сенсорские отделы. И затребовали, или послали, или просили, теперь не знаю как, в Одесский монастырь. Почему-то там было одно время резиденция у патриарха, то ли ожидал, это отдыхал там он, или еще, Алексей Первый был, когда. Ну а потом, говорят, там участие профессор принимал, затребовали, или попросили, тоже не знаю, Почаевский, Киево-Печерская лавра, Киево-Почаевская лавра-то. Это уже центр православия. Мои книги все затребованы были проверять. Ну и прошло вот 15 лет, а и ни слова нету. А они могли, конечно, учитывая то, как нападают, которые тут, главное, кто Дворкин, там говорит, Новопашин, отец Александр. А я батюшку спросил, отца Акима, а ты Новопашина знаешь, Новосибирская там? Ну к чему не знать-то? Мы, говорит, в семинарии вместе учились с ним. Я не знаю, что, но я все отношу к тому, что великая, незрещенная милость Божия молитвы друзей. Меня они нигде не вызывали на суд, ни разу. И нигде не выступили. Вот одна небольшая статейка была от Осендища. Ну, повод-то я дал им. Как Андрей Кураев говорит, если бы Игнатий не трогал этих епископов священников, то к нему бы было отношение совершенно другое по его материалам. Но он их не дает им покоя-то. Ну и вот здесь как раз и получилось, что точно так же вылез один и нашелся человек с большим званием, знанием, и он сразу дал обратный ход. Ну и вопрос задали, почему Лапкина они на арену не вытащат? Почему? Он монашество отрицает и мощи не признает. Это все неправда. Я признаю и монашество, и то другое. Только не в том виде. Мощи почитать, это значит их почтение к мощам, захоронить, изъять и похоронить, захоронить в самом почетном месте с песнопением и с патриархом. Ну и монашество-то. Я признаю монашество, это хорошо, но только чтобы они не сидели там, аж и благовествовали. Великую радость о воскресшем Христе несли в мире. Это я в тот монастырь написал, где Лонген, бывший Михаил Жар, форпост, фильм о них. Я все это попутно говорю. До меня они никак нельзя сказать не дотянутся или что. Тем более сейчас вот тут столько там выступил этот Шахматов Алексей и другие там сейчас какой-то Владимир. Ну, такие люди, которых я даже и не знаю, не встречался. И они сейчас громят там подряд и Дворкина, как Сатану, такими словами называют, и Новопашина. А у меня личной встречи ни с кем не было. Когда Дворкин тут был, ему дали слово или пригласили, не знаю, тоже, в Алтайский государственный университет, вахтовым залом. Было объявление, туда наши пошли. Это мне уже все рассказывает Дубунов там был, Игорь Владимирович. Ну, и кто-то ему задал там вопрос про Лапкина, как. Он сразу, у него под языком шпаргалка. А псевдоправославный лжепроповедник за свои слова вообще не отвечает. Ну, еще сказать ему, кто-то что-то сказал, я уже не знаю, но передали приглашение в Алтайский государственный технический университет, там 21 тысяча студентов. Приглашение от меня было ему. Он отказался, не пришел. Отличная встреча, они как, Герман Стерликов также был здесь. Ему предложили встретиться со мной ни под каким видом. Никак. А одних спросили, почему, говорит, вот вы на Лапкина, это так, а личной трещи нет. А другой отвечает, а что, говорит, они самоубийцы, что ли? Ну, они же понимают, что кранты им здесь. А так уже пишут, говорят, кирдык им. Потому что, я же буду спрашивать, ничего не доказываю, буду просто спрашивать, почему монахи не идут на пропоть, когда Господь сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Вопрос один. С каких пор это стало так, что епископат должен быть только неженатый, когда женатые апостолы были, и Петр. Ну, то есть, простые вопросы будут задавать, но им через них не перепрыгнуть. Они должны будут, если аудитория эта будет немалая, должны будут согласиться, что они изберги рода человеческого, что они предатели, отступники, иуды, они разрушили все, что Господь построил и делает по-своему. То есть, из каждого можно состряпать великого инквизитора. И когда говорят Христос, то этот великий инквизитор, зачем ты пришел, мы царствуем без тебя. Так и они. Это я вот попутно все говорю. Встречень от меня Бог милует, пока. Ну, не знаю. Думаю, в этой сумятице сейчас, вот с Владимиром, что патриарх утвердил, с этим Томасом, Украина пошла не туда, и у них сегодня не самые счастливые времена. А моих выступлений открытых нету. Обо мне очень прекрасно. Два раза в разных передачах были заданы Владимиру, отцу Владимиру. Для меня он всегда будет священником Головину. И он такую прекрасную характеристику дал. Вроде даже он у меня ученик себя назвал. Я тоже учусь у него и пойду в Потеряевку. Я никаким себя не считаю учителем. Ну, Бог его так расположил. Он, видимо, говорит о моих видеоканале. Ну, так понятно о чем. И вот я к тому говорю, что молитесь обо мне, потому что ну, какое, они все моложе меня на кого нападали. Вот 10 июня, а это тут осталось два месяца, мне будет ровно 80. О чем пишет пророк Давид Псалмопевец. Лет жизни человеческой 70, при большей крепости 80. То есть я вычерпал все. Еще нету. По мужскому населению в нашей природе неизвестно никого, кто бы жил больше 80 лет. Но это норма, Богом указанная. А я живу. То есть мне осталось два месяца. Вот если Богу угодно, Господь продлит, то я буду живой, дышать еще. А Бог его знает. И поэтому вот это сейчас катаваси, это затеяно ими против. Ну, Ткачев сразу, говорится, назад и в тень зашел. И сразу начало святых говорит там. Вот. Его сильно упрекали. там дворки. Ну, это уже все. Степаненко Максим разнес пух и прах, как щепки в половодье, как я писал стихотворение. Он не просто стал говорить, а о системе самой, пожирающей друг друга. Своих же. Вот такое дело. Так что, когда молитесь, я очень прошу, не забывайте. У меня врагов много. На днях, то есть позавчера. У меня тут что-то не заладилось в интернете. И оно какое-то, как-то сдвинуло меня. И вдруг выбрасывает 1500 с лишним человек, которых заблокировало или, как сказать, в тень отвела сама система, где меня матерят, ругают и проще. Ну, я начал молотить. Сотни-две посмотрел. Ну, и везде заблокируют, заблокируют. Так что, у меня уже на сегодняшний день заблокировано недругов. Примерно. Ну, почти что 9 тысяч. Вы мне в интернете найдите хотя бы одного человека, у которого не 9 человек терзает, не 90, не 900, а 9 тысяч. Буквально сожрать меня готовы. Или известно уже, что платят деньги специально, ничем больше не занимаются. Вот там выступает такой-то, там на Украине, в Житомире, там такой-то, не хочу и называть их даже. Вот. И они уже составили примерно против меня в интернете 220 роликов. Это против Путина и патриарха, и всех епископов вместе взятых нету. Такой оголтелой компании. И они ничего, и они понимают, что ничего нельзя сделать. И они, вот, чтобы меня заблокировали, взламывают, и уже не скрываются, выходят. Священники этим занимаются, патриаршие. И нас туда звать не надо, там для нас смерть. Я попутно то, что сейчас есть. И то, что мы ведем, вот это выставляем, а они все смотрят. Ну вот они смотрят, там в Почаево, сидят там, профессор какой-то, не знаю, но еще они найдут. Ну и говорим, мы за них, мы молимся за патриарха, а уж про местного митрополита и говорить не надо. Отец родной. Интересно, мне на днях были упреки, очень сильные, от людей, которые к нам расположены. Я вас уважал, а сейчас даже не знаю, как к вам относиться. Вроде я предатель такой. Я говорю, а в чем дело-то? Да вы Путина поддерживаете, Путина поддерживаете. Да он еще Брежнев, что ли? Его не надо поддерживать, он сам ходит. А как я его поддерживаю? А так вы молитесь за него. Это повеление Божие, молитесь за старей. То есть во врага делаются ни за что. наоборот бы сказали, что я, там написано, чтобы жизнь проводить тихую и безмятежную. Безмятежную это не беспечно, без мятежа. Мятеж это революция, Майдан. Я об этом молюсь. Значит, а другой то, мы думали, вы тут, наша ограда такая, мы вот, патриархи, ну там просто ненавидят и патриарха, и все. Оказалось, что вы, местного метрополита, отцом разным называете этого, Сергий Иванников, да как же так, да вы, ну вроде я опоганился, но я еще должен был сказать, что метрополит плохой, ради отношения вашего ко мне, это не будет в соответствии действительности. Ну вот, 3 февраля 2019 года, воскресенье, этот метрополит был где-то он далеко, далеко, чуть не на ней, на Белоруссии где-то, и он прилетел сюда как раз к воскресенью 3 февраля, а у нас у батюшки памятная дата, 40 лет, ровно 40 лет, как, ну день в день, как он рукоположен во пресвитера, священника. И был здесь метрополит у нас впервые здесь, в крестовозвиженской общине города Барнаула, со священником, там, ну, обслуга какая была, диакон и прочее. И батюшку наградил как? У них такая награда есть, крест, ну, с украшениями называется. Ну, какие украшения кровавому кресту? Кровь Христа. Ну, так принято. И он тут же, во время богослужения, объявил, что беспорочное такое служение батюшке, и снял у себя с шеи этот крест с наградами, митрополит, и надел на батюшку, это все заснято. Я не знаю, такие кадры еще где-то есть или нет, чтобы награждал и снимал с себя крест, ну, ясно, что отношения наши хорошие. Потом он пошел сюда, где я сижу, другой дом, где я вот обитаю, откуда говорю сейчас, и он тут побыл, все заснято. Я должен теперь говорить, что митрополит не такой, да вот он там одобряет эти браки, ну, что он там делает по епископскому делу, это он сам за себя ответит. Тем более, я на эту тему уже много раз говорил. Народно, русская, народная линия запросили, когда обо мне, ну, ответить, его мнение как-то, разное мнение. Он такой дал характеристику, что, я бы, и сам о себе так не сказал. Вот это, кто не знает, скажет, а что такое? Да зайдите на наш, этот, мой мир, и там, первые, самые шесть, там все эти документы показаны. Это я все попутно говорю. К тому, чтобы молились, чтобы они меня не слопали. А есть такая поговорка, они бы его, говорит, съели, как бы не был такой колючий и вонючий. Вот такое дело. Молимся, и Господь слышит молитву. Отношения очень хорошие. Такие не бывают. Да, тем более, это на фоне того, какой был до этого епископ. Как один священник сказал, говорит, ни одного апархиального собрания нету, чтобы вами не начали, вами не кончили. А тут на днях наш один человек, близкий, на сто процентов доверенный, был там где-то в семинарии, и там какой-то урок был. Он говорит, а я за дверями стоял рядом-то, и слышу, он им разгром дает этим, кто там сидят перед ним-то, преподаватели, я не знаю уже, кто там был. Ну, главное, что митрополит говорит, почему вы не идете, не проповедуете в мир, не раздаете Евангелие, так как Лапкин Игнатий Тихонович. То есть, он в примере ему ставит, это вообще невиданное. А объявление наше о лагере два года назад прямо было под колокольней, в храм входить, последняя дверь уже, и висело на дверях входить в резиденцию митрополита. Вещь неслыханная, главное, все лето. Правда, никто и не позвонил, не пришел, но оно было там. Поэтому наши отношения с местным митрополитом чисто евангельские, отеческие, заботливые. Он нас охраняет и отвечает, когда о нас спрашивают, так, чтобы больше ни один человек не спрашивает. Всегда он с улыбкой. А теперь уже начали придумывать, что он вас боится, вроде меня, он боится. Вы задурели, я говорю, Но это говорит, чтобы отношения только, то есть лицемерят. Но вы на глаза посмотрите на его, когда он говорит, когда мы встречаемся, как он обнимает, как целует. Да зачем ему это нужно-то? Я перед ним стою, там клоп какой-то, мошкара. Это любовь. А уж потеряевки сколько раз было, мы не считали даже. Приезжает с хористками, с семинаристами, это все лицемерит. Ну, то есть, те, которые так говорят, они не верят, что будет суд Божий. Но мы сейчас расстаемся, во славу Божию. Смотрите, я все еще в рулетке. В рулетке. То есть, через неделю примерно у нас будет уже составлено роликов, то, что я тут в рулетке, примерно 300 роликов. Уже приближаются к этому. Разные люди. Вчера один, такой случай был, а там мелькает кадр-то. Ну, и мелькает какая-то маска, что-то надето на голове, ну, чтобы его не узнали. Только она мелькнула, гнижон, маску у себя хватил и срывает ее в сторону. Игнатий Тихонович, как вы тут, я вас давно смотрю по интернету. И стали разговаривать. Сегодня я ролик, беседы с ним выставил уже. Или завтра он будет, надо посмотреть, главное. Ну, может быть, сегодня тоже. Вот как Бог это делает. Это рулетка. Место, ну, двойник Содома и Гаморры, по-другому не называть. И уже сколько людей таких нашли. Один баптист из Америки оказался здесь. Как он, я ему говорить, я не могу ничего сказать. Он буквально захлебывается радостью, что, а мы когда-то были знакомы, близко с его отцом, он из Барнаула. И вдруг он, один раз его привели в эту щатую рулетку, и он меня тут увидал. Так вы и здесь уже проповедуете. Ой-ой-ой. То есть, ну, действительно, проповедую, уже 70 дней нахожусь здесь. Со смерти 20 января умер Сергей Георгиевич Козлов. Ну, и вот я здесь. Ну, что, считай, 20 февраля месяц, 20 марта два, ну, и здесь уже 10-15, уже два с половиной месяца я здесь, как говорят, нахожусь, ошиваюсь. Вот. Ну, и все на этом. До свидания. Кто тут был? Аминь, спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Слава Христос. Спаси Христос. Вот, вот, молодцы. Не разбежались. Ну, во славу Божию. Ты, Володя, пошел, ты кошек запер? Да, да, да. Ну, я сейчас голубей буду, то есть, пол застилать бумагами и голубей выпускать. Ну, и голубей выпускать.